Здравствуйте! В эфире программа интервью и с вами Светлана Гирлина. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, председатель комитета по строительству ЖКХ Сергей Александрович Пахомов. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Вчера президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Разобрал очень много тем, сделал много важных акцентов. Вы были в зале. Какие мнения высказывали члены Федерального собрания после выступления? Выступление президента традиционно было достаточно емкое. Он как раз говорил не только о сегодняшнем дне и даже не столько о том, что сделано, больше, в общем-то, речь шла о будущем, совершенно о конкретных задачах на ближайшие 5-6-10 лет и дальше. То есть больше, конечно, речь шла о стратегических инициативах. Но все они, все, о чем говорил президент, все эти глобальные инициативы очень четко ложатся на те тактические задачи, которые перед нами стоят сегодня и которые перед нами президент ставит и перед правительством, и перед депутатами на ближайшую пятилетку. Конечно, большой блок традиционно был посвящен социальной политике. Здесь стоит отметить упор на защиту и поддержку семьи во всех его проявлениях. Здесь речь шла и о задаче о продолжении льготной семейной ипотеки. Этот инструмент, этот механизм будет развиваться, то есть мы будем смещать акцент в строительстве жилья на семьи с детьми, на молодые семьи, на семьи вообще. Будем эти меры поддержки развивать. Речь шла о новых национальных проектах. Это и у нас проект «Кадры». Сейчас я не готов сказать, как он точно будет называться, но то, что упор на развитие кадров в стране, это и на обучение, и на переобучение, и среднепрофессиональное образование. И по школам задач стояло много. Это и высшее образование, и профильное образование. Вот в ближайшие пять-шесть лет упор будет сделан, в том числе и на этом. Большой блок был посвящен работе с молодежью, это надо особо отметить. Много задач было поставлено, поддержка молодежи, молодежных движений, развитие молодежи, как саморазвитие, так и в целом в рамках страны. Это направление будет находиться в особом фокусе внимания государства на ближайшем будущем, как молодежь в целом. Отдельную задачу мы получили по подготовке, по продолжению и расширению программы капитального ремонта школ. Будет новая программа по капитальному ремонту детских садов. Это будет продолжено. Все это, еще раз фиксирую, имеет прикладное значение, даже в нашем городском округе мы это можем видеть. Мы много достаточно объектов по этим программам уже сегодня строим. Конечно, шла речь и мы получили задачу по модернизации системы ЖКХ. Очень большие средства необходимы, но президент даже и цифру назвал, я сейчас не буду ее повторять. Но очень большие, беспрецедентно большие за всю нашу историю средства будут вложены в ЖКХ. А то, насколько они нужны, мы с вами все прекрасно ощутили этой зимой. И не только мы, но в общем-то вся страна. Поэтому программа модернизации ЖКХ, это как раз непосредственно зона моей ответственности, нашего комитета, также будет подготовлена и запущена. Продолжится программа расселения аварийного жилья. Мы в этом году заканчиваем текущий этап программы. Президент поставил нам задачу эту программу продолжить и темпы расселения аварийного жилья не снижать. Мне очень нравится, так как мы отработали предыдущие два этапа программы, около 200, 198 аварийных домов в городском округе Сергеев-Посад. Было или будет до сентября этого года расселено. Немножко нас там подводят традиционные строители, но это уже вопрос техники. И в любом случае мы этот проект закончим. То есть наша задача еще под 100 домов включить в новую программу и с этими двухэтажными бараками, как мы их называем, закончить. Поэтому этой программе тоже особый упор. По нашей линии также прозвучало поручение продолжить программу благоустройства. У нас есть большая федеральная программа, она называется «Комфортная городская среда», в которой есть и проект по благоустройству, и реконструкция дворовых территорий, и капитальный ремонт, и реконструкция общественных пространств. Вот если говорить непосредственно о блоке, который нас касается, много еще о чем говорилось. И о безопасности много говорилось, о международной политике, много говорилось о развитии промышленности. Я обозначил те вопросы, которые так или иначе пересекаются с работой нашего комитета. Ну а мы, как депутаты, уже, в общем-то, с вчерашнего дня находимся в процессе подготовки решений по законодательному обеспечению тех задач, которые нам президент поставил. Ну а также еще президент Владимир Путин сделал особый акцент на развитии регионов, в частности, на создании мастер-планов, на важности принятия планов развития городов с учетом мнения жителей. И в феврале этого года у нас прошел Первый Путинский совет Фонда по развитию и сохранению Сергея Посада. Насколько помнится, многие из тезисов уже реализуются как раз в нашей концепции? Да, вы действительно правы. Президент, существенный блок посвятил задачи обеспечить более равномерное развитие регионов, более равномерное развитие муниципалитетов по всей стране. И, в общем и целом, та работа, которую ведет сегодня компания Дом.РФ по проработке и подготовке мастер-планов для некоторых городов, она признана так или иначе успешной. И есть идея, в общем-то, эту работу продолжить. Но в идеале, конечно, мы должны четко понимать, как территориально вся наша страна развивается. Может быть, где-то без деталей, но в целом общий подход должен быть понятен. Что касается конкретно Сергея Пасатова, мы движемся в сторону начала реализации той концепции, о которой я говорил. Но вы совершенно правильно заметили, здесь общественное мнение очень важно. и до того, как принять окончательный вариант стратегии, концептуально все понятно. Вот стратегически, как правильно реализовать ту концепцию, которая принята, она сама к себе несложна. Я напомню, мы, в общем-то, просто должны сделать самый удобный для жизни город в стране, а то и в мире. Так вот, для того, чтобы стратегически это реализовать, нам нужно принять и реализовать очень много конкретных планов. Вот по обсуждению конкретных планов, что надо строить, что не надо строить, вправо-лево, в какой цвет фасады зданий красить, когда это делать, где и как. Вот об этом, до того, как мы утвердим итоговый вариант, мы, конечно, должны будем максимально детально и подробно проговорить с жителями, потому что мнение специалистов мы уже получили. Вот нам надо будет все это обсудить с жителями, мы должны будем найти удобные механизмы, чтобы это был не режим монолога, а максимальный режим диалога. Соберем все мнения, утвердим финальный вариант, предложим, обсудим. После этого, значит, уже, я думаю, что на федеральном уровне будет принять соответствующее решение. Но мы не стоим на месте. Мы уже сегодня, после того, как прошел попечительский совет, все коллеги нашей исполнительной власти, в общем-то, работу ведут. Я напомню, в попечительском совете по развитию города Сергеев-Пасад там достаточно внушительное представительство, первые лица, по сути своей, государства возглавляют это, там с десяток министров находятся, в общем, в целом там чиновников, руководителей различных государственных корпораций много. Я не знаю, есть ли такой еще город, ну, в России точно нет, у которого было бы такой посадительский совет о развитии. И все, в общем-то, подтвердили свою готовность. Мы уже, он говорил о программах благоустройства, президент поручил нам продлить эти программы. Мы через неделю договорились уже с министром строительства ЖКХ провести выездное совещание в Сергеев-Пасаде, где мы обсудим уже конкретно и ситуацию ЖКХ на примере нашего города через призму концепции, обсудим подходы к благоустройству и, возможно, проведем официальные мероприятия по старту очередного этапа федерального конкурса. Ну, по крайней мере, рабочую поездку запланировали, сейчас над наполнением мы еще поработаем. До этого у нас уже работали коллеги из Министерства по экологии федерального и регионального, у нас коллеги из РЖД уже колдуют над идеей реконструкции железнодорожного вокзала, у нас уже есть решение включено в федеральную программу строительства тоннеля Вифанская, а это и включено не как строительство тоннеля, а как первый этап строительства восточного объезда города, о котором я уже много говорил, но детально мы еще, в общем-то, должны будем над этим все вместе поговорить, послушать аргументы, специалистов, может быть, что-то им посоветовать. То есть работа не прекращается. Вы уже не раз говорили, что все, что делается в нашем городском округе, еще пока не во время реализации концепции, но уже делается так, чтобы потом не переделывать. Вот если резюмировать и подойти такой промежуточный итог, что уже сейчас сделано такого хорошего, большого и полезного? Я так задыхаю не потому, что мне нечего вспомнить, а потому что так мысленно выбираю. Ну, первое, самое главное наше чудесное достижение – это западный объезд. Мы немножко про него забыли, да? Но еще не так давно это считалось фантастика, а он уже стоит. Вот вы, может быть, это не каждый знает, но, например, мост в районе Березняков на Бетонке, на объездной – это тоже часть концепции, которая разгружает одну из частей в город, которая убирает из города несколько сотен машин в день, которые теперь едут не через город, а едут через Ярославку, объезжают в ту северную часть города. То есть мы этого немножко не видим, да? Но вот такие решения подсказывают именно профессионалы, специалисты, которые нам говорят, все, вот там у вас стоит переезд за городом, и там 300 или 500 машин едут через город. А так они бы могли поехать там. Ну, я так чуть, может быть, час упрощаю, но суть такая. То же самое вынос из исторической части города, например, того же самого роддома, гаражей администрации, ну, то есть благоустройства. Мы стараемся делать то, еще раз повторю, все так, чтобы потом не переделывать. То есть мы либо делаем подготовительные какие-то вещи, но очень важные для города, как я вот уже говорил про то же самое объезды. Ну, с другой стороны, вот расследование аварийного жилья в центральной исторической части города. Это же важно? Важно. И так надо было делать. Другой вопрос. Без такого федерального интереса к нашему городу, без этой концепции, смогли бы мы получить в 4-5 раз больше средств, чем все остальные похожие на нас города? Да, это вопрос, он, может быть, ответа не требует, да? Но 200, 190 домов, хотим мы не хотим, они все равно расселены уже. Это тоже все идет, конечно, в плюс. Поэтому то, что мы уже четко понимаем, что не изменится, мы делаем. То, что у нас пока есть сомнения, мы только пока планируем делать. Так что будем работать. В этой части очень позитивное настроение. Возвращаясь к посланию президента, еще раз фиксирую. Все, о чем он говорил, все имеет конкретное, четкое приложение на территории каждого муниципалитета, тем более, Сергея Посадского городского округа. И будет иметь, мы четко понимаем, что и как надо делать дальше. Сергей Александрович, вопросы от наших телезрителей, читателей газеты «Вперед!», которые нам периодически поступают в социальных сетях. Как раз они, наверное, связаны с реализацией концепции. Будет ли все-таки здание СИЗО в ближайшей перспективе переделано в музей и переезд на Первой Рыбной улице? Сможем ли мы его обезопасить в связи с строительством Восточного объезда? Первое – да, точно да. Следственный изолятор уедет. Вопрос ближайшего будущего – это такой всегда спорный вопрос. Но я уверен, что мы с ним справимся. Тем более, в целом, такое решение принято. Это не дешевое удовольствие. Понятно, что для того, чтобы обеспечить те необходимые места размещения, если так сказать, они где-то должны появиться. Но строить, закрывая такой небольшой следственный изолятор, как наш, там по 250 человек пребывает, закрывая его, строить такой же маленький – это точно нет. А строить большой, в общем, может быть, не очень-то и надо. Поэтому точно, абсолютно это будет музей. Какой, где, как – вопрос пока. Давайте отложим. Но точно это будет, как только у нас малейшая возможность появится, двинуться вперед, мы это сделаем. Но в той концепции, которая, по сути своей, принята концептуально, это музей. А стала быть, судьба его такая. По поводу первой рыбной улицы переезда. Сложная ситуация. Любой погибший человек – это трагедия. Эта трагедия, этого переезда в перспективе не будет вообще. Но это не значит, что перестанут там, пропадет необходимость его переходить именно пешком. Сейчас в рамках реконструкции Железнодорожного вокзала я уверен, что мы найдем решение по надземным, либо подземным пешеходным переходам. Если и после этого будут продолжать гибнуть люди, ну, я не знаю, давайте тогда переносить железную дорогу. Но в общем и целом это, конечно, уже будет выглядеть немножко, ну, в общем-то, не так. Поэтому давайте, первое, будем себя беречь. Хотя, еще раз повторю, трагедия всякие бывают. В рамках реконструкции сейчас вокзала мы проблему с переходами решим. Тогда надо будет заборность глухой ставить вдоль нее. Если возвращаться к посланию президента, он продлил, как вы уже сказали, конкурс по созданию комфортной городской среды. У нас уже есть реализованные проекты. Это Пересвет, Краснодовоз, Ходьково. Есть ли какие-то, может быть, мысли, какие бы еще города, села могли войти в территории? Это надо у главы спросить. Он, в общем-то, оперативным руководством занимается, поэтому задайте этот вопрос ему. У меня, например, в моем сознании есть те территории, которые мы, в общем-то, должны бы привести в порядок еще, закончив нашу работу над нашим центральным, вот этим 8-километровым бульваром от Загорского озера до улиц Пограничная. Но это мы и так доделаем. Тут у нас уже свет, окончание уже видно. Мы сильно задолжали Римашу, например, или Богородскому. Мы не обращали, ну, когда я говорю «мы», я имею в виду, мы все вместе, не обращали должного внимания с благоустройством. Вопрос, подходят ли они под такую глобальную программу благоустройства. Есть ли там такие территории, это вопрос следующий. Но то, что мы должны провести там, сделать там такие общие места для отдыха, это абсолютно точно. Если говорить о городе, то мне, например, хотелось бы привести в порядок территорию около Вифании, около Вифанского монастыря. Вот эта часть города, она у нас тоже, в общем-то, хотя сейчас, спасибо коллегам из Минобороны, ферме наводим порядок и стадиончик там будем делать. Но вот вокруг Вифании надо было бы навести порядок, и это тоже могло бы стать точкой такой притяжения. Тема строительства, ваша тема, которую вы курируете, в нашем округе в этом году капитальные ремонты проводятся, и школ, и детский сад на вакцине, которые так долго ждали, дома под расселение строятся. Как в целом оцениваете ситуацию? В целом оцениваем ситуацию неплохо. По тем или иным причинам периодически нас подводят строители, чуть-чуть нам, конечно, настроение портят. Но в целом, такому количеству строек позавидует любой муниципалитет в нашей стране. Я думаю, кроме Москвы, может быть, и Санкт-Петербурга, и Казани. То есть у нас одновременно, мы с десяток крупных проектов реализуются. Более того, мы сейчас планируем новые. То есть все, о чем мы сейчас говорим, так или иначе, мы начинали еще в бытность моей работы главой. Это оттуда идеи, и оттуда были первые посылы. Но сейчас эти все объекты, в общем-то, уже что-то уже введено в эксплуатацию. С чем-то мы заканчиваем. Но сейчас мы готовим, помимо концепции, мы готовим перечень новых объектов. Это и тот же самый стадион на ферме, мы точно будем его реконструировать. Мы работаем над темой реконструкции стадиона «Темп» на Скобянке. Нам лучше надо доделать. Наконец-то мы спилили вот это вот останки там чего-то, чего пытались сделать в какие-то незапамятные годы. Нам там необходим, конечно, фок такой небольшой. Мы тоже будем заходить на решение этого вопроса. Мы будем строить ледовый дворец. У нас готов проект. Соответствующие обращения по включению в федеральную программу направлены. Он высоко вероятно, что мы скоро ледовый дворец между... Ну, на границе, на въезде в город Ходьково начнем строить. У нас очистные сооружения в Сладково в этом году. Мы там почти полмиллиарда рублей получили. Я сейчас уже, может быть, не все помню, но у нас большой перечень объектов, настройок которых мы будем заходить в ближайшее время. И это уже меня больше интересует, волнует и трогает, чем то, что уже достраивается. В любом случае, в этом году мы все объекты доведем до конца. Я думаю, даже, кстати, нам удастся достроить на ферме два многоэтажных, на квартирах недостроенных дома. Там нет дольщиков, Миннистерство обороны строило. Так вот, на один дом достроил. Уже выделены деньги. На второй, я думаю, в следующем году. Ну, то есть, мы так планомерно здесь работаем. Но у нас есть один объект, который как гнилой, больной зуб торчит у нас у всех жителей города, на виду. Пока нет решения, но мы о нем тоже помним. Это недострой на улице Дружбы. То, что раньше должно было стать то ли молодежным центром, то ли жилым домом, то ли рестораном. Я уже не был другом центром. Да. Но там нет пока решения в частной собственности. Но вот тоже неплохо было бы с этим справиться. Это я не говорю про снег и отопление. Мы уже поднимали этот вопрос. Я сейчас говорю о глобальных стройках. То есть, мы задачи себе на будущее вместе с еще сотней аварийных домов, которые нам надо было бы расселить. Мы уже такие задачи себе нарисовали. Сейчас их формируем в программы. Спасибо большое, Сергей Александрович, что пришли к нам сегодня в студию. Я напомню, у нас в эфире программа интервью. В гостях был председатель Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Александрович Пахом. Мы пообсудили развитие Сергея Посада сквозь призму послания президента к Федеральному собранию.